Привет, дорогой друг! На связи Рашид Сайхудинов. Как и обещал, вот тебе урок. Карманная денежная машина. Короче, сейчас мы с тобой разберем пошаговую простую инструкцию, как ты можешь ровно за 5 шагов запустить свой онлайн бизнес с доходом примерно от 2-3 тысяч рублей в день. Я считаю, что это вполне достойный заработок. Если прикинуть в месяц, то это получается по 3 тысячи рублей в день. Ну, порядка 90 тысяч рублей за месяц. Вот. Суммы получаются довольно-таки солидные, поэтому действовать нужно серьезно. То есть, отнесись к этим 5 шагам вполне серьезно. Я знаю, что такой доход вполне реален. В принципе, я сам зарабатываю в 2 раза больше. Мои ученики зарабатывают как минимум 50-70-80 тысяч рублей в месяц. Вот. Но не буду сейчас хвастаться. Тебе сейчас интересна именно вот эта пошаговая инструкция. Поэтому вперед из песни. Итак, для кого эта инструкция и что она вообще даст людям, которые это применят? Ну, во-первых, для новичков интернет-бизнеса. То есть, если ты новичок, у тебя сейчас в голове каша, соответственно, ты от этой каши в голове избавишься и будешь получать вторую зарплату быстро и без ошибок. Это я тебе гарантирую. Если будешь действовать, то хоть прямо после просмотра этого видео. Для начинающих бизнесменов, у которых есть, возможно, бизнес в интернете либо бизнес в оффлайне, это быстрый источник дополнительных денег. То есть, какая вот вам материальная помощь будет. Дополнительный источник денег. Дальше. Для тех, кто просто любит инфобизнес и хочет свою портативную, можно сказать, карманную денежную машину. Ну, выгоды налицо, результаты тоже. Поехали. Давай к сути. Итак, что это за шаги? Я не буду сейчас нагонять какую-то рекламную интригу. Все просто. Ты будешь зарабатывать на реселлинге, но особым способом не так, как все. Итак, вот эти шаги, которые тебе нужно выполнить. Первое. Найти готовый продукт. Желательно, чтобы этот продукт был востребованный и решал острую проблему. Все это тебе нужно проверить. То есть, второй шаг – протестировать спрос, насколько хорошо будет продаваться твой будущий продукт. Дальше. Купить на него права перепродажи. Ну и после этого внедрить систему продаж. Вот в четвертом шаге есть масса особенностей. Я их детально объясню, поэтому будь внимательным. Дальше. Шаг номер пять. Запустить рекламную кампанию. Тоже особенный шаг. И зачастую, вот я прекрасно знаю, что именно на этом шаге многие запинаются. Из-за этого вместо реселлинга и большого заработка получается полный, пардон, капец. То есть, ничего хорошего. Поэтому, внимательно смотрим. Итак, первый шаг. Найти готовый продукт. Ну и здесь дело нехитрое. То есть, сейчас ты видишь перед собой три ссылки. Happy Reseller.ru Так, еще одна какая-то длиннющая ссылочка. InfoResell.ru Вот. Можешь, в принципе, пройтись по этим трем сайтам. Там ты найдешь продукты с правами перепродажи на любую интересующую тебя тему. Интересующую тебя тему. Ну или почти на любую. Вот. Можешь, в принципе, связаться с инфобизнесменом, который тебе хорошо знаком и попросить у него продать тебе права перепродажи на его курс. Вот. А почему это нужно делать? Ребята, для тех, кто не в теме, то есть для новичков, поясняю. Этот шаг подразумевает, что у тебя будет готовый инфопродукт, готовый продающий сайт. И все, что необходимо для быстрых продаж и быстрых денег в интернете. Причем, если ты купишь права перепродажи, то ты будешь получать 100% прибыли себе. То есть в этом, я считаю, кардинальный плюс. Именно того рода деятельности, которым мы с вами будем заниматься. То есть нужно найти готовый продукт вот по этим ссылочкам и, собственно говоря, уже идти дальше. А дальше у нас второй шаг. Протестировать спрос. Здесь все просто. Я хотел показать на экране, но решил, что будет быстрее показать все на понятных скриншотиках. Поэтому прямо на слайде. Как мы тестируем спрос? Мы заходим на Яндекс или на Гугл. И вбиваем в строку поиска слово «Видеокурсы». Вот оно. Видеокурсы. Все прекрасно видно. И у нас выходят результаты поиска примерно следующие. Это сайты каталоги видеокурсов. Заходим на любой из них. На какой именно? Без разницы. Лично мне больше нравится видеокурсов.нет. Но здесь ссылочку на него не видно. Но в любом случае, на любой каталог без разницы. У нас цель совершенно другая. Нам нужно найти на одном из таких сайтов вот такую вещь. Это список категорий курсов, которые находятся на этом сайте. То есть, наша задача подобрать здесь категорию, которая близка к курсу, который мы выбрали. То есть, мы нашли курс. На него есть права перепродажи. Здорово. Теперь нам нужно подобрать в таком каталоге, скажем так, категорию, которая близка к нашему курсу. Пример. Мы выбрали курс какой-нибудь по бодибилдингу. То есть, как накачать мышцы. Соответственно, близкая тема здесь, это у нас здоровье и спорт. И щелкаем вот сюда. И что делаем дальше? Ну вот здесь на слайде у меня немножко другой пример. То есть, пример по нише. Сейчас скажу какой. Вот. Знакомство, пикап, интим. Или что-то похожее. И я специально просмотрел свежий скриншотик. Вот по этой теме у нас курсов на целых 6 страниц. На одной странице примерно, ну, обычно вмещается порядка 10 курсов. То есть, грубо говоря, почти 60 курсов на эту тему есть. Что это значит? Первая мысль это то, что большая конкуренция в этой теме. Но ничего страшного. Наша задача найти, вот как раз на этом шаге, в категориях, которые близки по теме к нашему курсу, который мы хотим продавать, именно конкурентные курсы. И чем больше их, тем лучше. Это означает, что тема популярная. То есть, в ней крутятся деньги. Если по теме курса, который ты решил перепродавать и зарабатывать на нем, нет конкурентных курсов, значит тема либо не разработана, либо пока не популярна, либо просто тупо никогда не будет востребована. То есть, если ты, пройдя вот эти вот три шага, то есть, порывшись в каталогах видеокурсов, нашел конкурентные курсы, значит дело в шляпе, спрос есть. Это один из самых простых способов определить, будет ли продаваться твой курс. В моем случае, будет. Едем дальше. Следующий шаг это купить права перепродажи. Ну, я так думаю, особого ума здесь не надо. Здесь нужно приберечь бюджет. То есть, без этого никак. Стоимость прав перепродажи обычно от 300 и примерно до 5000 рублей. То есть, платим мы это один раз. И за какой именно курс вы хотите заплатить, на что вы именно захотите купить права перепродажи, дело ваше. Проще всего, опять же, пройти по трем знакомым вам ссылкам. То есть, happy reseller.ru, например. Заходим, выбираем товар. Если видим, что товар востребованный и по этой теме есть конкурентные курсы, базара ноль. Просто берем и покупаем права. Получаем готовый комплект. Но еще обратите внимание, прежде чем купить права перепродажи, нужно посмотреть, что входит в комплект вместе с правами перепродажи. В идеале должен быть продающий сайт хорошего качества. И еще некоторые вещи, но их я объясню чуть позже в этом же видео. Вот. То есть, это первый способ, где взять права перепродажи. Второй способ, это лично у автора. То есть, связаться с ним, договориться, продаст, не продаст. Ну, обычно здесь затраты побольше, но и окупаемость тоже высокая. То есть, если курс популярный, то, соответственно, вложившись там, допустим, сколько может попросить автор, порядка 10 тысяч рублей. Все выдрив и дав хорошую рекламу, ты буквально за 5-7 продаж можешь все окупить. Но это, опять же, вариант небюджетный. Вот. Ну, про бюджетный вариант я уже сказал. То есть, на happy reseller.ru, вот по этой ссылочке и на info reseller.ru, есть прекрасные бюджетные варианты. Вот. То есть, по ним тоже можно зарабатывать. И это тоже проверенный факт. Едем дальше. Следующий шаг. Здесь уже самое интересное. Нам нужно внедрить систему продаж. Вот. А что это значит? Это значит, что просто купив права перепродажи, деньги из потолка не посыплются. Глупость, конечно, но многие, увы, так и думают. Думают, что вот все я купил, ко мне сейчас придут клиенты и все будет окей. Как бы не так. Нужно себя хорошенько подопнуть и внедрить систему продаж. И вот в чем плюс именно reselling. То есть, у тебя есть права перепродажи на продукт. И еще, помните, я говорил, нужно обратить внимание, есть ли хороший продающий сайт, который идет вместе с правами перепродажи. Если есть, отлично. Еще обратите внимание, что вообще идеально круто, если вместе с купленными правами перепродажи, вместе с продуктом, тебе идет в комплекте несколько, либо все семь. Вот этих вот пунктов из системы продаж. То есть, смотрите. Сейчас я расскажу модель идеальной системы продаж. То есть, что должно идти вместе с правами перепродажи в идеальном варианте. Первое. Бесплатность. То есть, бесплатный продукт, который ты можешь отдавать в обмен на подписку и собирать подписчиков. Дальше. Страница подписки. То есть, тот самый лендинг, целевая страница, которая будет набирать тебе подписчиков. Следующее. Это продающий сайт. То есть, тот самый сайт, который будет генерировать продажи. Подписчики на него приходят и покупают. Дальше. Следующий элемент. Это сам продукт плюс исходники к нему. Ну, тут все понятно. То есть, то, что ты продаешь. Дальше. Авторассылка. То есть, серия автоматических писем, которые, по идее, уже готовы. И они автоматически приходят подписчику, который получил вот эту бесплатность и подписался на страницу подписки. Для чего нужны эти письма? Все просто. Чтобы человек, получив вот эти все письма, одно либо несколько, перешел на продающий сайт и принял решение купить, не купить. Чем качественнее письма в этой авторассылке, тем больше продаж. Дальше. Шестой элемент. Это правильно, по-моему, говорить колд-центр. Но мои приятели, почти все, прикалываются и произносят это слово через букву А. Получается своеобразно и смешно, но тем не менее. Колд-центр. То есть, центр, специалист, либо несколько специалистов, которые будут звонить людям, оформившим заказ на этот продукт. Это очень серьезная вещь. И, в принципе, так, чтобы внедрить все это под ключ, требуются услуги дополнительных, скажем так, организаций, либо фрилансеров. То есть, это особый момент, но он тоже должен присутствовать в идеале. Дальше. Седьмой пункт. Это инструкции. И вот здесь хочу сказать особо. То есть, инструкции бывают двух типов. Либо первый тип этой инструкции, как все внедрить. То есть, как настроить продающий сайт, как настроить страницу подписки и так далее. То есть, технические инструкции. Есть инструкции по рекламе. То есть, инструкции, как ты можешь дать крутую рекламу и получить первые продажи. Согласись, что обе инструкции нужны, но есть одна маленькая нота. Ты, наверное, заметил, что пункты 1 и 2 я просто выделил жирным шрифтом. То есть, обычный шрифт. Даже нет, вру. Пункты 3 и 4 я выделил вот таким вот курсивом. Это потому, что обычно, покупая права перепродажи на какой-либо продукт, вот эти 2 пункта, то есть, продающий сайт и сам продукт плюс исходники продукта, они у тебя есть. То есть, обычно это все по стандарту есть. Но, вот то, что выделено жирным шрифтом, то есть, бесплатность, страница подписки и инструкции по рекламе. Обычно, просто так, покупая права перепродажи на продукт, ты их не найдешь. То есть, это большой недостаток. И имею в виду, что купив права перепродажи на какой-либо продукт, вряд ли ты найдешь в комплекте бесплатность готовую и страницу подписки под нее. Плюс, чтобы был продающий сайт и сам продукт. Скорее всего, будут только пункты 3 и 4. Еще. Обычно, покупая права перепродажи, ты не получаешь авторассылку и не знаешь, как настроить колл-центр. На самом деле, это все просто. Там достаточно просто написать пару писем, куда надо, и все. И на тебя работают люди, которые прозванивают твои заказы вместо тебя. Ты просто отдыхаешь. Дальше. Инструкции по рекламе. Этого тоже, по крайней мере, я не встречал, чтобы реселлерам давали детальные инструкции по рекламе. Обычно эти инструкции покупаются за отдельные деньги. А, да, еще забыл. В стандартный комплект входят технические инструкции, и то не всегда. То есть, система продаж, которую нужно внедрить тебе после покупки прав перепродажи, она действительно колоссальная. И пункты 1, 2, 5, 6, 7 обычно приходится делать самостоятельно. То есть, готовый только продающий сайт и сам продукт, а все остальное ты делаешь сам. То есть, вместо обещанных быстрых денег, ты просто тупо теряешь время. Месяц, два, три, полгода, год. И в итоге все тормозится, особенно если ты новичок. Но ситуацию можно исправить. Я сейчас расскажу, как это делается. Смотри. Давай прежде завершим наш алгоритм. То есть, последний шаг, как ты уже догадался после внедрения системы продаж, это запустить рекламную кампанию. Вопрос рекламы. Это отдельный вопрос. Я сейчас не хочу тратить твое время. Просто скажу те способы, которые обычно используют мои ученики для быстрых продаж и больших заработков в реселлинге. Это реклама в рассылке, само собой. Правильная реклама с хорошим письмом в хорошей рассылке. Дальше. Реклама вконтакте. То есть, в пабликах вконтакте мы выбираем, выбираем по моим рекомендациям, хорошие паблики, некрупные, с недорогой рекламой. Делаем хороший пост, проверенный, эффективный, яркий. Запускаем рекламу, получаем подписчиков. Дальше. Баннерная реклама. То есть, используя баннерную сеть Ротабан, обычно, либо другую баннерную сеть, мы заряжаем рекламную кампанию. Предварительно делаем несколько хороших баннеров. Если они еще не готовы, то делаем самостоятельно. Если готовы, значит, все окей. Запускаем рекламу. Дальше. Яндекс.Директ. Это отдельная история. То есть, рекламу в Яндекс.Директе тоже стоит запускать. Вот. Навскидку, я тебе рекомендую начинать давать рекламу именно вот в этой последовательности. То есть, сначала реклама в рассылке, потом вконтакте, потом запускаешь баннеры, потом Яндекс.Директ. Почему? Потому что начинаем мы всегда с самого простого и эффективного. И дальше уже захватываем рынок. То есть, запуская несколько способов рекламы, ты просто-напросто захватываешь рынок и получаешь клиентов больше, чем твои конкуренты. Вот и все. Ну, а теперь, как можно решить вот такие вот недостатки в системе продаж. Да, быстро и легко. То есть, смотри. По стандартному плану нам нужно, чтобы зарабатывать примерно 2-3 тысячи рублей в день на реселлинге, пройти вот эти 5 шагов. Сразу скажу, что первый пункт. Найти готовые продукты, протестировать на спрос, это не все любят делать. То есть, как ни странно, но эти шаги считаются рутинными, сомнительными, плохими. И их лучше исключить. Не вопрос. Я переделал стандартный план быстрого старта и быстрого заработка в реселлинге вот на такой. То есть, нестандартный 3x план, где ты просто делаешь вот эти шаги. То есть, покупаешь права перепродажи, внедряешь систему продаж, запускаешь рекламную кампанию. Готовый продукт тебе предоставляется, причем спрос на него уже проверен. Как тебе такой план? В принципе, если он тебя устроит, то тогда просто едем дальше. Смотри. Я тебе говорил, что обычно при покупке прав перепродажи в системе продаж не хватает многих элементов. То есть, из 7 элементов не хватает 5 очень серьезных. И здесь тоже есть решение. То есть, смотри. Если ты пойдешь и будешь делать все по нестандартному 3x плану, то у тебя будет готовая система продаж из всех 7 элементов. То есть, у тебя будет страница захвата плюс бесплатность. Будет не один, а два продающих сайта. Будет авторассылка из 8 писем. И будет два подарка подписчикам. То есть, дополнительные бесплатности, чтобы подписчики покупали лучше. Дальше. Будет детальная инструкция, как ты можешь все это внедрить за один вечер. Плюс инструкция по рекламе. Ну и разумеется, помощь профессионалов, если у тебя возникли технические затыки какие-то. Плюс консультации. То есть, задай сейчас себе вопрос. По какому плану ты хочешь идти? То есть, по стандартному или нестандартному? Кроме того, в плюс нестандартного плана входит еще следующее. То есть, ты не будешь париться, где дать рекламу, где взять первых клиентов, если у тебя уже есть готовый продукт. Почему? Потому что у тебя будет детальное руководство, готовые шаблоны для продаж и продающие письма. Короче, просто делай 1, 2, 3 и получай клиентов. Ну и теперь выбирай, что для тебя лучше. Стандартный план из 5 шагов, либо нестандартный план, плюс готовая система продаж, плюс все для запуска рекламной кампании и получения первых продаж. В принципе, выбор всегда за тобой, но я бы рекомендовал нестандартный 3x план. Я так думаю, что если ты его уже выбрал, то дело в шляпе. Тебе остается прямо сейчас сделать просто один шаг. Смотри, под видео сейчас есть кнопочка «Получить готовые материалы и создать бизнес под ключ». Если тебе нужен вот именно быстрый старт, то есть ты не хочешь проходить рутинные 5 шагов, а просто 1, 2, 3, стартовал, все сделал за один вечер и получаешь клиентов. То жми на эту кнопочку и собственно дело в шляпе. Ты получишь готовый инфопродукт, готовую авторассылку, 2 продающих сайта, страницу подписки, плюс все руководства, в том числе руководства по рекламе. Короче, бери все и внедряй буквально за один вечер, потому что инструкции действительно лаконичные, много времени это у тебя не займет. Ну и собственно внедрил и зарабатывай. В принципе на этом все. Успехов тебе, дорогой друг. Действуй прямо сейчас. Я уверен, ты сделаешь правильное решение. Все, давай, пока. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.